Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату, приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гесарской породы. Мы уже неоднократно вам рассказывали о хозяйстве Фатима Мирзогид Барака, это хозяйство в Узбекистане находится, там разводят великолепных гесарских овец, и вот они неоднократно приезжали к покойному ныне, о джимирзу Кариму Мирзу Рахимову, брали у него на развод кучкаров племенных, и вот благодаря тому, что показали эти кучкары великолепные, выдающиеся результаты у них там в Ташкенте, вот в очередной раз приехали представители этого хозяйства, Собирджон и Руслан, чтобы, как говорится, присмотреть себе еще кучкаров гесарских овец, вот здесь мы видим их путешествие, они приехали на машине, ехали они вот здесь, это получается Варзопское ущелье, это в сторону Душамбы они едут, если ехать из Самарканда по прямой, вот. Вот, ну эта дорога, как говорится, у нас, они миновали два перевала, Азобский вот переехали, и здесь вот получается уже по Варзопу едут, очень им нравятся наши горы, великолепная река Варзоп, это все тоже трассы перегона, здесь как раз идут гесарские овцы, мы не раз делали отсюда материалы, репортажи, как говорится, здесь нам знаком каждый камень, но не так, конечно, как нашим Дахмарда, а вот здесь они уже в Гесаре, в селении Сурдион, вот здесь как раз вот на этой Сурфе любил сидеть Годжи Мирзокарим, Мирзор Ахимов, да, с милостью на них Аллах, а вот здесь его дети, это Годжинаим, Абдурахмон, а рядом Руслан и Сирудждин, вот здесь уже хозей. В общем, посидев там, как говорится, вместе с Абдурахмоном, Абдулоситом, это внук Годжи Мирзокарима, отправляются они дальше уже на пастбище, вот это сам Сирудждин, вот там в дальнем плане Абдулосит, там вот Руслан и вот здесь вот Абдурахмон, сам Абдурахмон, тоже знаменитый гесаровод, он от своего папы получил благословение, Атару, и вот они двигаются по Душамбе, в нашем, как говорится, трафике, уже вот здесь мы видим кадры очередные, это уже Рамитское ущелье, они проехали город Вагдад, и здесь тоже, как говорится, мы каждый камень здесь перевернули в наших поездках, это нам хорошо все знакомо, вот здесь уже дальше протекает река Кафирниган, она берет начало в верховьях Рамита, туда, куда как раз двигается, вот экспедиция хозяйства Фотима Мирзухит Барака, за гесарскими овцами, здесь впереди, дальше, здесь несколько направлений есть, Канаск, туда тоже идут гесарские овцы, и гузанские овцы туда проходят, там дальше Луфигарф есть, вот, но ответвление, куда как раз едет эта делегация, они едут в Ходжи Арху, там великолепная форель в воде, в реке, в чистейшей, там Акай Сайт Хон, у него там, как говорится, хозяйство тоже свое, ну, это ехали они в августе, это 16, 18, 20 число, уже в низинах, уже, как говорится, все выгорело, трава, а наверху вы сами увидите, еще увидите и овец, увидите, даже медведя, увидите, сняли, повезло гостям, им попался по дороге, и мишка тоже, так что, говорится, аборигенные среднезиазиатские овчарки, там необходимы, а вот это как раз уже река, арху, по вот этим камням, по вот этой тропинке, не раз мы хаживали с уважаемым Годжимир Зухаримовым и Зурахимовым, вот, он в свои преклонные годы вот здесь любил прохаживаться, до того места, где Акай Сайт Хон проживает, тоже его родственник, в этой реке как раз вот Акай Сайт Хон, он знаменитый, как говорится, знаменит тем, что очень хорошо ловит форель, ее готовит, очень вкусно, и вот в этих местах, как говорится, вот по этим местам все время проходят гесарские овцы, туда дальше, в, как говорится, на летние пастбища, вот наверху, здесь везде пасутся тоже овцы, здесь оставляют машины, дальше уже там, как говорится, пешком надо идти, вот река, несмотря на то, что уже, как говорится, конец лета был, остается полноводной, потому что в Верховьях все еще, как говорится, есть, есть, вот это место называется Айлох Кузи, и вот мы видим, что там даже лежит еще снег, вот как мы говорили, еще снег кое-где сохранился, вот, а вон там Атара Хузи, вон там, видите, вот это Атара Хузи, ну а идут они к Атаре Абдурахмона, вот Хузи, это один из сыновей тоже, Худжимирзо Карима, и вот мы видим, что между ними, там, как говорится, они в разных ущельях располагаются, но пошел вверх только Руслан, потому что Руслан сам тоже Дахмарда, он привычный ходок, может прийти сюда, очень тяжело добраться, очень тяжело, вот здесь мы видим сейчас Абдул-Сит, и вот это место называется Айлохчат, такое красивое, замечательные, великолепные виды, конечно, здесь, но идти сюда, подниматься, очень тяжело, на самом деле, не каждый может сюда забраться, во-первых, высота большая, во-вторых, крутые горы очень, а вот здесь Айлох, покойного Худжимирзо Карима Мизу Рахимова, Утанкуль, вот посмотрите, вот сюда забирались его овцы и забираются до сих пор, и сам он сюда приходил, и сходил здесь, каждый, как говорится, уголок, каждую кручу преодолел, вот в этих местах и пасутся как раз, еще немножко, говорит Руслан, и дойдут уже, вот уже поднялись, Айлохчат, еще это маленький, то есть Айлох, это еще маленькое пастбище, такое, самое лучшее место, говорит Руслан, вот видите, еще трава зеленая, потому что температура здесь минусовая, вот, видите, маленький такой, вот, озерцо маленькое такое, а вода все еще покрыта льдом, и даже цветут еще цветы, кажется, что это весна, но это уже не весна, это уже, дело движется к осени, и вот, чтобы прийти сюда, нужно преодолеть огромные, как говорится, трудности, и гесарским овцам, конечно, приходится все вот это преодолевать, сюда двигаться, и вот мы видим теперь, это вот остатки, как говорится, ледника, который покрывал это, озерцо, но озерцо все еще, как говорится, покрывается коркой льда, утром, по утрам, потому что, ну, ночью оно замерзает, очень холодно, вот, мы ночевали как-то тут, с Ходжи Абдул-Хайрам, вот, и ночью, даже летом, здесь невозможно спать, вот, представляете, какие трудности, переносят, вот, наши Дагмарда, вот, вся, как говорится, вода покрыта коркой льда, и еще остаются остатки ледника, как раз вот сюда приходят, напиваются, как говорится, животные, которые есть вокруг, живут, а живут здесь, а очень много, и здесь есть и рысь, и медведь, и волки, здесь есть и снежные барсы, горные, как говорится, козероги, живности хватает, особенно много сурка здесь, вот, сурком как раз и питаются, как раз, собаки, вот, даже специальный Руслан, подошел, к воде, вот, посмотрите, вот, показывает лед, вот, это все, лед, это говорит о том, что, если в низинах, все еще жара, сорокоградусная, то здесь наверху, холод, и вот, Руслан, как говорится, сам себя запечатлел, на фоне, вот, этого, великолепия, природы, а здесь вот можно слышать даже, как кричат сурки, и вон, Атара находится, Абдурахмона, он внизу пасется, а виды, конечно, замечательные, и Адубосит кричит, давай, спускай Кучкаров, и в такой тишине, конечно же, слова разносятся эхом, по всему ущелью, вон там палатка, Абдурахмон кашляет, конечно же, Руслан в предвкушении, лицезреть, вот, великолепных Кучкаров, здесь в основном только щищаки, то есть, полутора годовалые, недостившие двух лет, бараны-производители, вот они, посмотрите, как они великолепно выглядят, и опять-таки скажем, что сменилась кровь в хозяйстве Фотима Мирзогид Барракат, и поэтому результаты были великолепные, и по всему Узбекистану прогремели они, вот, много очень было, как говорится, желающих тоже приобрести, и не зря, как говорится, вот в 20-м году, они, когда брали 27 Кучкаров, и сейчас тоже, вот, приехали, чтобы, как говорится, обновить кровь, но это правильное дело, и дай Аллах Барраката, мы говорим, что это первый репортаж, еще есть другие репортажи, будут у нас, мы покажем вам и ягнят, и овцематок, и путь обратно, ну, вот, желаем хозяйству Мирзогид Баррака, Фотима Мирзогид Баррака, всяческих, как говорится, благ, удачи, здоровья, в, как говорится, производстве чистейших гейсарских овец, без примесей, вот именно вот таких элитных, посмотрите, здесь они, как будто бы все отлиты, из одной формы, великолепно выглядят, замечательные овцы, конечно же, семей, семья покойного Годжи Мирзогарема и Зорухима посрудилась на славу, ну, до следующих встреч, увидимся еще.